сегодня блокнот наведался в гости к ребятам реализовавшим новогодний проект на площади ленина и мы намереваемся поговорить о внутренней кухне борис расскажите какие этапы проходит проект вот от задумки и до стадии реализации смотрите изначально у нас есть три этапа развития проекта первый этап это эскизный проект второй это проект на документация 3 это рабочая документация случае с воронежской елки мы получили прекрасную концепцию отправления главного архитектора но после этого начинается можно все нарисовать в 3d max и можно в любых программах 3d но нужно потом это все реализовать после того как мы получили концепцию какие-то были чертежи полученные но они были больше параметров начинается разработка проектной документации здесь очень важно рассчитать все конструкции здесь сидит отдельный человек который рассчитывает 2 отдельный человек который уже непосредственно прорабатывает конструкции и после этого после этого есть еще этап рабочей документации когда уже прорабатывается кмд который прорабатывается но случай кикиных палат прорабатывается именно узлы крепления разрабатываются именно какие-то конкретные рамы вот а у нас еще есть еще один этап мы продолжаем мы после этого еще делаем световой насыщенности то есть это электротехнический проект мы продумываем как грамотно расключить электрику как сделать это безопасно очень важно сделать грамотное электроподключение и очень важно чтобы это было и технически верно и красиво не люблю когда у нас там распечатано что-то на баннере или наклеена у нас такого не увидите у нас в основном это роспись художники у нас работает очень замечательная профессионала у нас если нам нужно что-то сделать мы постараемся это делать в основном материале многое что когда мы даже уже ставим в монтаже на площади мы отправляем обратно доработку в цех ну допустим вот из сегодняшнего примера качели лодочки которые поставили которые завтра будут сертифицироваться я просмотрел качество покраски мне абсолютно ее не удовлетворил ее сняли и повезли сегодня красят в ночь будут перекрасить переделать многие детали приходят издержки на ваши плечи ложатся естественно сейчас видим на столе множество элементов которые появятся на площади ленина что было самым сложным в украшении в площади в этом году самый сложный объект это был шатер нам еле который вы увидели потому что 23 метра ель общая высота при этом нужно было рассчитать чтобы появился шатер а вот и вот гирляндные гирлянды которые расходятся сейчас это один из самых больших шатеров в россии на сегодняшний день и уникальный шатер для стволовой ели для этого была создана внутренняя ферма у ели да и специальная конструкция вот которая держала это шатер мы провели огромный расчет у нас есть вот такой только с расчетом что это не упадет а вот и при этом мы рассчитывали обледенение в два сантиметра вот и когда мы сидели здесь ругались и думали ребята что такое обледенение два сантиметра не будет там такое бывает крайне редко вы помните монтаж буквально там четыре дня назад ледяной дождь идет и у нас контейнер от ел от ели стояли да и мы их еще не вывезли вот а ледяной дождь половина шатра вы понимаете вы знаете что конструкция пока не собрана она не набирает общей массы вот я посыпаюсь ночью понимаю что обледенение сейчас будет два сантиметра когда я приезжаю я встаю на еду на площадь ленина и смотрю как все отклонение было минимальное да хоть не обледенение вы знаете это очень сложная дорожная ситуация то есть часто право зарываться здесь все стояло все было хорошо что шот мы и переместились из кабинета где творилась вся эта магия непосредственно новогоднюю площадь ленина как вам реализация она была очень сложная потому что начиная с самого начала были такие проблемы как задержка с электрикой из-за того что границы перекрыты у нас на когда казахстанская таможня между россией и казахстаном когда проходили стала электриком на целый месяц этого никто сейчас не увидит это не испортит праздник воронежца но мы конечно очень сильно по переживали потому что уже когда были сварены многие конструкции такие как чаши кораблей их не было нечем наряжать да и поэтому мы очень сильно волновались вот но мы успели многие люди не спали сутками вот мы многие монтажники ночевали здесь именно на площади ленина потому что чтобы успеть чтобы не подвести горожан при этом есть такое приятное чувство приятной усталости что все получается мы дойдем мы добьем мы сделаем этот объект и я считаю что на сегодняшний день вот ездить по многим городам мы же смотрим сравниваем площади у нас одна из лучших площадей вот нет конечно есть красная почта мы никого не случаях да ним не можем не можем говорить что у нас но у нас достиг действительно достойная нас идеи по моему эпоху петра просто чувствуется в каждом элементе вы увидите очень много петровского барокко здесь очень интересно что это все вышел в иллюминация мы видим оттенки как раз балюстрады появились появились аркады появились многие архитектурные элементы видите как это с точки зрения мы рассказываем даже людям да вот кикины палаты это яркий пример петровского барокко стильно это такой маленькой даже посвятительская история но здорово хорошо чудовищно потрудились в этом году в воронежце чудовищно потрудились чтобы вы пожелали вот всем гостям которые придут на площадь ленина посмотреть на ваши объекты в новом году в любви в сердце на